В зоопарке Сан-Диего долгожданное пополнение. Там у пары редких белых носорогов родился детёныш. Малыш очаровательный, правда, пока плохо стоит на ногах. Зоологи ждали его долгие годы. До этого получить потомство не удавалось. Как выяснилось, причина была в питании животных. Мы считаем, что в низкой рождаемости у белых носорогов виноваты фитоэстрогены. Это химические вещества, которые вырабатываются у определённых растений. И вот два года назад мы изменили диету животным. И потом начались очень интересные изменения в стаде. Одна из самок, носорог Холли, забеременела. И это впервые за 10 лет. Число белых носорогов в дикой природе быстро сокращается. По всей земле их менее 20 тысяч. Дело в том, что этот вид активно уничтожают браконьеры. На чёрном рынке огромным спросом пользуется рог животного. Его продают по 200 тысяч долларов. Используют в народной медицине. Учёные о целебности таких снадобий отзываются скептически.